Радио Мегаполис Светлана, вот еще такой вопрос. Какие Вы можете дать советы средней семейной паре, желающей переехать на постоянное место жительства в Канаду? Какую выбрать лучше программу и какие шаги предпринять для этого? Какой есть краткий обзор существующих программ? Для того, чтобы выбрать подходящую программу, кроме того, что пара может знать из доступного правительственного веб-сайта иммиграции Канады, я бы рекомендовала все-таки обратиться к специалистам и проверить свои знания и намерения, которые люди выбирают. Потому что сейчас очень многие знают хорошо английский, французский. И некоторые звонят, допустим, говорят, вы знаете, я знаю, на какую программу я хочу подать, я уже готовлюсь, я говорю, хорошо, но мне нужно перепроверить. То есть я рекомендую прийти, я перепроверяю, правильно он выбрал ли код по своей профессии, очки посчитать и так далее. И всегда есть какие-то такие нюансы. То есть даже были варианты, когда человек подавал, у него было несколько очков, не хватало. И когда я перепроверяла, значит, не учитывала, что есть такие маленькие какие-то погрешенные детали. То есть это очень нужно разбираться. Это первый совет, значит, очень тщательно разобраться и все-таки проконсультироваться. То есть есть бесплатная консультация, есть платная. Но, как говорится, второе мнение или наше первое мнение, оно тоже я порекомендовала людям, которые подают в семейный парень. Программ много. Как я уже говорила, это федеральная программа для квалифицированных работников, то есть по своей профессии и по своему опыту. Затем федеральная программа для рабочих, которой нужна лицензия в Канаде. И программа для людей, которые есть уже какой-то опыт в Канаде. Вот эти вот три основные программы. Есть еще провинциальные программы. Также они, там небольшая квота, но если семейная пара хотят выбрать определенную провинцию, допустим, у них там родственники живут, то они могут рассмотреть просто провинциальную программу. Не обязательно подавать на федеральную. Можно просто на провинциальную подать, получить номинацию и приехать в ту провинцию. Опять же, вот эти три программы, которые основные, здесь тоже сделаны немножко как лотерея. То есть, когда человек подает, у него определенное количество баллов. Вот раз или два раза в месяц идет розыгрыш. Розыгрыш на подачу, приглашение на подачу на статус постоянного жителя Канады. Что бы я еще посоветовала, это, значит, ну один из советов, то есть все-таки программ на самом деле много. И вот проконсультироваться, это очень важно. Все-таки у профессионалов я рекомендую всегда. Можно просто не подавать с нами, а, допустим, просто прийти и проверить хотя бы информацию, если я правильно подаю. Я бы вот это вот посоветовала. У меня еще такой вопрос. Лишаются ли статуса резидента люди, однажды получившие статус, но уехавшие из страны, не пребывающие в стране около 10 лет, скажем? Лишаются ли они статус? Конечно. Да? Конечно. Смотрите, ситуация такая, что пока эмиграция официально им не объявила, что они потеряли статус, в принципе, он у них есть. Но у них очень маленький шанс обновить. Допустим, вот эта пиар-карточка, да? Парамент резидент карты, то есть это статус постоянного жителя Канады, так? Это ваш документ первичный, когда вы получаете статус. Она дается, эта статус дается на 5 лет. В течение 5 лет есть определенные правила. Человек должен прожить из 5 лет здесь 2 года. Это может быть в сумме. Это в сумме. 730 дней. То есть если человек не прожил по каким-то причинам, есть причины, которые они учитывают. Допустим, супруг или супруга правительственного работника, который работает за рубежом. Допустим, они это учитывают, что он как живет в Канаде. То есть есть там несколько критерий, по которым они будут учитывать, даже если человек за рубежом живет. Но если человек уехал, получил, допустим, приехал сюда, таких случаев очень много. Приезжают, живут месяц, не знают, может быть, правила, может быть, им адвокат не говорят, может быть, они сами не знают. Опять же, почему лучше обратиться к нам, потому что вот эти вот детали, это нужно знать. Потому что люди получают, а дальше как бы, ну все, мы уехали, дальше живем там свою жизнь. Нет. То есть если человек уезжает и за 5 лет сюда не приезжает, за 5 лет сюда не приезжает, то, конечно, он теряет свой статус. Но ему нужно подать, обновить свою карточку, ему откажут, скажут, вы потеряли. Он может подать на апелляцию. Но на апелляции должна быть, апелляция подается в том случае, если у него была очень веская причина. Потому что Канада, эта страна, она рассматривает очень, буквально по каждому делу, учитывает гуманитарные причины, почему человек отсутствовал. Допустим, был такой случай. Женщина приехала, она пожила здесь, но она, правда, жила где-то меньше года. Вот, уехала, не буду говорить, какой страны, ну, пускай будет Украина. Вот, она уехала, жила и ухаживала за своим мужем, который был очень тяжело, болен. Вот эти все года она ухаживала. Потом она приехала, она с карточкой въехала, которая уже у нее была недействительная. Ее пустили. Но ей сразу дали, что вы потеряли статус и в течение 15 дней, то есть на границе он дает, в течение 15 дней нужно подать на апелляцию. Вот, подали на апелляцию, то есть апелляцию долго ждать, в течение двух лет. В течение двух лет. Но если вот они рассмотрят вот эти ее причины, если она докажет, что вот на самом деле так возможно, возможно, они рассмотрят, что они как бы продлят этот статус. Но это все индивидуальный случай. 10 лет это очень много, но есть и такие случаи 10 лет, это уже срок давности, уже очень долго, уже там практически ничего нельзя сделать, хотя все индивидуально нужно рассматривать, все индивидуально. Ну вот еще такой вопрос. Сделает ли визовый отдел хоть какую-то скидку на то, что люди были резидентами Канады при получении визы, если они хотят вернуться? 10 лет назад? Нет, нет, сейчас, если они хотят приехать, навестить. Просто как по гостевой, да? По гостевой, да. Сделали они какую-то... Если они потеряли статус. Да. Вообще, был опять такой случай недавно у нас, значит, женщина приехала с ребенком, они подали, им помогла семья получить, они приехали, посмотрели, говорят, нам не нравится, и уехали обратно. Вот, это было, по-моему, года три назад. В этом году они хотели приехать в гости к сестре, их не пустили. По каким причинам, как бы, там они в общем могут писать, но это может, это как бы у них красный флаг уже на файле, в принципе, да, это есть такое. Но это не причина именно для отказа. Причины могут быть очень разные. То есть офицер пишет, какие причины. Но сама причина, то, что они когда-то подавали и потеряли этот статус. То есть, ну, это не очень хорошо смотрится, как бы, но это не основная причина для отказа. Нет. Ну, там в системе они увидят, что люди подавали. Вот по поводу вопроса, как семейная пара может себя перебраться. По поводу, значит, еще такие варианты есть же, допустим, человеку найти работу. Если человек в Канаде находит работу официально, да, работодатель его приглашает сюда, то человек может приехать со своей семьей. То есть, если это супруг, значит, то супруга приезжает, с детьми приезжает, они получают здесь и медицинскую страховку, значит, AC number. И, то есть, они могут работать, смотря какая работа, после года они могут подавать на иммиграционную категорию, допустим, как работник с канадским стажем, смотря какая профессия. Затем, можно приехать как студенты. Студенты, если человек хочет учиться в колледже, в университете, и он женат, или она замужем, тоже могут подавать вместе. Могут по одному, могут вместе. Я, допустим, видела такой отказ у человека был, что, когда пришли на камень с отказом, то я увидела, что офицер написал. А человек подавал на рабочую визу с Россией, и подавал один, то есть, он не записал семью свою. И вот офицер прямо там написал, что, почему он не вписал свою семью. То есть, офицеры, когда рабочую визу получают, то рабочая виза приезжает, а все семьи могут приезжать. И вот для офицера даже было удивительно, почему он семью свою не видел. Я такой первый раз видела, но это тоже такой момент интересный. Заподозрил что-то. Ну, тоже, да, офицер хороший попался такой, что раз ты едешь на работу, почему-то семью свою не ведешь. То есть, когда человек один получает в семье, то есть, он может всей семьей приехать. Студенты – то же самое. Поэтому, на самом деле, как бы выбор программ достаточный в Канаде. Ну, вот, кстати, про студентов. Студенческие, также гостевые рабочие визы. Как их получить и как можно превратить в статус постоянного жителя, уже находясь в Канаде? Какие сроки, насколько это легко или сложно? Да, есть такие программы, которые можно здесь подавать. Допустим, студент приехал, он отучился два года. Если он учится два года, ему после его учебы, когда он получит диплом, там есть такое требование. То есть, если не получил диплом, он уже не получит. Называется Postgraduate Work Permit. То есть, два года проучились, на два года вам дали еще рабочую визу, остаться в Канаде. Вот этот момент, когда они дают Postgraduate рабочую визу, конечно, нужно выбрать профессию. Или по той, по которой вы учились, или по любой другой, но по которой можно подать через год на иммиграционную категорию. То есть, работник с канадским стажем. Потому что очень многие, вот я сталкиваюсь, что приходят и говорят, я закончил, я проработал там в кассирном магазине, а закончил менеджмент курс какой-то. Я говорю, ну, нужно было постараться вам найти работу именно там, супервайзер или менеджер, чтобы вы сейчас проработав год, могли подать уже на статус постоянного жителя Канады. Вот эти вот ошибки очень часто, потому что люди лишь бы какую-то работу. Нет, не нужно, лишь бы какую работу. Потому что, ну, конечно, если цель у человека пойти дальше и получить документы в Канаде, то нужно правильно выбирать, куда ты идешь работать и так далее. То есть, это на месте делается. Это вот студенты, они остаются, работают, потом подают. Один такой момент, что при подаче на любую категорию, если вы в Канаде, у вас должен быть легальный статус здесь. То есть, вы там, допустим, подали на экспресс-центре на какую-то программу, а у вас статуса здесь нет. У вас уже виза просрочена, все. То есть, вам нужно уехать. То есть, нельзя как бы оставаться, это вам не дает права. Вот. Рабочие визы, то же самое. Рабочая виза, если приехал человек на год, смотря какая профессия. Отработал и потом может подавать с поддержкой работодателя от других провинций, Альберта, Соскочеван, допустим, там Нью-Брансвит. То есть, с поддержкой работодателя может подавать затем после года. Даже некоторые провинции есть после 6 месяцев, после 9 месяцев в определенных провинциях проработав, может подавать на пиар. На статус постоянного жителя Канады. Гостевые. А по гостевой, допустим, у меня вот это весной был такой случай, что человек был здесь как визитор. То есть, по гостевой он получил от работодателя, работодатель на него получил разрешение. И он получил, не выезжая из Канады, он получил здесь рабочую визу. То есть, нужно или выезжать, или подавать через Америку. Но мы попробовали получить здесь, и он получил здесь, на границе. Поехал, получил на 2 года рабочую визу. То есть, есть такие моменты, которые, в принципе, можно, не выезжая из Канады, можно это сделать. А вот у меня еще такой вопрос. Насколько легко получить многократную визу для родственников? Сейчас всем дают многократную. Всем дают многократную? Всем. С 2014 года, с июня, дают всем многократную визу. Да, по-моему, за 2014, да, если я не ошибаюсь. Значит, если даже там на месте, все равно multiple. То есть, это официально на сайте написано, что дают multiple, многоразовую визу. Всем. И, в основном, до окончания паспорта. Но офицер еще сам рассматривает. То есть, допустим, можно просить там на месяц, человеку дают на 2 года там. Или просишь на месяц, человеку дают до конца паспорта. На 5 лет, на 10 лет. Всем многоразовую сейчас дают. Бывают исключения, когда дают одноразовую. Все-таки бывают. Но в основном многоразовую. Хорошо. Я думаю, еще последний вопрос. Сейчас многих интересует, какие есть опции для тех, кто хочет перевести семью на постоянное место жительства в Канаду? Если мы говорим о семье, которая, допустим, вот здесь, семейная пара, и у них там родственники, мама, папа, родители, то это, конечно, спонсирование. Или, если здесь человек один, и он поехал там женился или замуж, и еще вышло, то, опять же, это спонсорство. Вот. Пригласив гостя здесь, также можно помочь там, допустим, найти работодателя для члена своей семьи. То есть, некоторые вот находят там, допустим, сиделками или нянями. То есть, есть варианты, когда человек может как бы привезти сюда свою семью, но нужно все в индивидуальном порядке рассматривать. То есть, нет такой вот общей категории, которая вот привозите вот так или вот так. Нет. То есть, люди приходят, мы разговариваем, мы смотрим, какая ситуация, вот, и рассматриваем, что лучше, что легче, есть английский, нет английского, есть диплом, нет диплома и так далее, и так далее. То есть, здесь все-все нужно учитывать. Понятно. Спасибо вам большое, Светлана. Вам спасибо.